Говорит ал-хадис у Таиси Ашар, 19-й хадис в нашей книге, Ан-Аиша, приходит от Аиши о том, что она сказала, Дахала Абдул-Рахмани бну, должно быть бну, а не бни, Дахала Абдул-Рахмани бну Абибакрин ас-Сыддык. Однажды Абдул-Рахман, сын Абубакра ас-Сыддыка, Алан-Наби, салаллаху алисалям, вошел к пророку, салаллаху алисалям, Уанамусни датуу и ласадри, говорит Аиша, И голова пророка, салаллаху алисаляма, была на моей груди. И когда Абдул-Рахман вошел к пророку, салаллаху алисалям, Вместе с Абдул-Рахманом был свежий сивак, которым он чистил зубы. И тогда пророк, салаллаху алисалям, поднял свою голову и пристально посмотрел на этот сивак. Говорит, и тогда я забрала этот сивак у своего брата, То есть у Абдул-Рахмана, сына Абдул-Рахмана, сына Абдул-Бакра Саддета, И почистила его заново. То есть в каком смысле? Удалила то начало сивака, которым чистил зубы Абдул-Рахман. Удалила это, почистила сивак заново. Говорит, вот аептугу, и привела его в порядок. Что значит аептугу? То есть размяла его своими зубами, чтобы этот сивак был мягкий и не был твердым. А потом я передала этот сивак пророку, салаллаху алисалям. И пророк, салаллаху алисалям, начал чистить сивак этим сиваком свои зубы. Теперь вопрос, кто-то может удивиться, почему так произошло? Абдул-Рахман, сын Абдул-Бакра Саддета, чистил зубы спокойно сиваком. Тут Аиша забрала у него сивак и отдала пророку, салаллаху алисалям. Почему пророк, салаллаху алисалям, так поступил? И секрет этого в том, что этот момент был предсмертным моментом пророка, салаллаху алисалям. Пророк, салаллаху алисалям, в это время был при смерти. И поэтому Аиша забрала сивак у Абдурахмана и передала его пророку, когда увидела, что пророк пристально смотрит на сивак и хочет почистить свои зубы перед смертью. Понятно или нет? Поэтому Абдурахман отдал свой сивак пророку, нам говорит, И говорит, и я никогда не видела, чтобы пророк очистил зубы лучше, чем он почистил их в этот момент. Говорит, и прошло совсем мало времени после того, как пророк почистил зубы, Как он поднял свою руку или свой палец в сторону неба и сказал, Я перемещаюсь, то есть высшее сообщество, то есть я ухожу из этой жизни. Салатан повторил эту фразу трижды, а затем он скончался. И тогда Аиша говорила, Пророк скончался между моей Хакина и Закина. Хакина это место около плеча, то есть то, что называется Хаблюль Атих. Хаблюль Атих, то есть веревка, которая на плече, вот эта косточка, длинная, тонкая косточка, которая перед плечом, немного под этой косточкой и над грудью находится место, которое называется Хакина. Азакина это близко к подбородку. То есть пророк, салаллаху ассаляма, скончался, тогда, когда его голова находилась на этом месте у Аиша, разой Аллаху ванга. Говорит, у Афилавзин об одном из реваяцов этого хадиса пришло, Фара Айту Янзуру Илей, и я увидела, что он смотрит на сивак. У Арафту Анну Яхиббу сивака. И я знала, что он очень любит использование сивака. По культу и тогда сказала, И пророк, салаллаху ассаляму, указал своей головой, да, передай мне этот сивак. Этот реваяц приходит у имама Аль-Бухари. Говорит, этот реваяц у имама Аль-Бухари, И говорит, у имама Муслима этот хадис передается примерно такими же словами. Говорит Ахарибу-ль-Хадис, какие непонятные слова или фразы есть в этом хадисе. Что значит, пророк, салаллаху ассаляму, или точнее, Абдурахман ибн Абибакар. Говорит, юмирру ассивак аля аснаньи. То есть, он проводил сиваком по своим зубам. Как будто бы точил свои зубы. То есть, человек, известно, что когда очистит зубы сиваком, если на него смотреть со стороны, то явление подобно тому, как будто человек точит свои зубы. Так или нет? Говорит, это по-арабски выражается как ястанубе, то есть чисел зубы сиваком. Следующее непонятное слово в хадисе, фаабаддаху. Что значит фаабаддаху? Битахфиф альба, альмуахада. Легкая буква ба, то есть без таждида. Ватаждида даль. Но есть таждид над буквой даль. Фаабаддаху. Вот так читается, говорит. То есть поднял свой взор к чему-либо и потом долго, пристально на это смотрел. То есть пророк, салаллаху алисаляма, поднял свой взор на этот сивак и долго на него смотрел. Почему? Потому что пророку, салаллаху алисаляму, уже было тяжело разговаривать в этот момент. И находился в тяжелом состоянии. Говорит. Бэйна хаккинати ва зааккинати. Что значит между хаккина и между зааккина? Аль хаккина, что такое хаккина? Ма бэйна от тирки ватэйни. Уахабль аль атих. От тирки ватэйни это ключица. Где это ключица? Кто скажет? То есть место между плечом и между шеей. Говорит. Уахабль атих. И между веревкой на атих. На плече. Веревка на плече. То есть, как мы сказали, вот эта тонкая косточка. На плече человека. Говорит. А что такое зааккина? Тараф аль халкуб аль аль аль. Это верхняя часть горла человека. То есть, если мы возьмем верхнюю часть горла человека. И возьмем его ключицу. То есть, голова пророка, саллаллаху аль ассаляма, находилась прямо под головой Аиши, когда она скончалась. Говорит. Хавамтугу. Что значит хавамтугу? Бифатхил каф. То есть, сфатхинад каф. Вакасрид бад. Факадымтугу. Так? Как я знаю, можно сказать так же факадымтугу. Можно сказать факадымтугу. Говорит и сказарь над бад аль-мухджама. Казал бабатаху ибну ласир. Что значит аль-мухджама? Аль-мухджама. Значит, буква с точкой. Когда говорят аль-мухджама, то есть буква с точкой. Если говорят аль-мухмаля. Мухмаля значит буква без точки. Почему так сказали относительно буквы бад? Потому что бад, если будет мухджама, то она будет с точкой. Произносится бад. Если скажешь мухмаля, значит сад, без точки. Поэтому, как мы ранее говорили, обладатели знания ставили харакаты должным образом и описывали это словами, для того, чтобы знать, что это за буква. Бат или сад. Говорит, Казабалбатау Ибнуль Асир вагайру, так расставил харакаты над этим словом Ибнуль Асир, а также другие. Ибнуль Асир, автор какой книги? А? Нет. Ибнуль Асир, автор книги «Ан-Нигая», разъяснение непонятных слов, которые встречаются в хадисах. А что касается Кашаба, то его автор Аз-Дамахшари, лидер Муахтазилита. Говорит, Ай, мадагатуху биаснаниха лиялина. То есть, она разжевала этот сивар своими зубами, для того, чтобы он стал более мягким. Говорит, что такое Аль-Кадам? Аль-Кадам, это когда человек что-то разжевывает концами своих зубов. А что такое Аль-Кадам? Когда человек жует что-то полным ртом. Здесь сказано, Кадама, то есть, разжевала сивар своими зубами. Говорит, Аль-Мана Али-Джмали, какой вообще смысл этого хадиса? Говорит, упоминает нам Аиша эту историю, которая разъясняет нам мада, то есть, величие и количество Махаббатин Наби, салаллаху алисалям, любви пророка, салаллаху алисалям, али сивак, к сиваку. Вот, аль-Люк ииби, и то, что он был очень связан с сиваком, и любил этот сивак. Вазалика Анна Абдурахман ибн Абибакар. А почему это? Потому что Абдурахман здесь уже ибна, с фасхой. Абибакар, потому что приходит после частицы Анна, так или нет? А это потому что Абдурахман, сын Абубакара, Сыддыка, Аха Аиша, который был братом, родным братом Аиши, разъясняет Аль-Люкс, дахал аль-Наби, салаллаху алисалям, фи хал, анназа. Он зашел к пророку, салаллаху алисалям, тогда, когда пророк, салаллаху алисалям, находился в предсмертном состоянии. Анназа, то есть, янзиу, когда что-то вырывают у кого-то. Когда говорят, хал, анназа, имеется в виду предсмертное состояние. Почему? Потому что в этом состоянии вырывается душа человека из его организма. Говорит, уама аху сивак, он радбун, и в это время с Абдурахманом был влажный, сочный сивак, ядлю кубии аснану, посредством которого он чистил и тер свои зубы. Халаммара аннаби, салаллаху алисалям, сивака, маа Абдурахман, когда, говорит, пророк, салаллаху алисалям, увидел сивак у Абдурахмана, лам яшхалю ангу, мауа фи химин алмараб ванназа. Ничего его не отвлекло от этого сивака, даже то, что он находился в предсмертном состоянии, в состоянии болезни. То есть смотри, как пророк, саласам, любил этот сивак, что даже находясь в предсмерти, находясь в тяжелом состоянии, в одном из хадисов приходит то, что предсмертная агония пророка, салаллаху алисалям, была тяжелее в два раза, чем предсмертная агония любого другого человека. Почему? Потому что пророки испытываются большим испытанием, нежели остальные люди. Говорит, несмотря на это свое тяжелое состояние, пророк, салаллаху алисалям, смотрел на этот сивак и хотел почистить им свои зубы. потому что пророк очень любил сивак поэтому он поднял к этому сиваку свой взор показывая что он хочет взять его и говорит сфатына что такое яфтыну проявила остроумие смышленность то есть догадалась то что пророк салавасом хочет взять этот сивак это слово мы брали так или нет во время изучения книги аннаху львадах должны все его знать говорит и она взяла свой сивак или этот сивак у своего брата и говорит и откусила ту часть сивака которой пользовался Абдурахман то есть для того чтобы дать пророку салавасом сивак в чистом виде не после рта какого-то человека а чтобы убрать ту часть сивака которым уже пользовались и почистить новую часть сивака говорит и она приготовила для пророка салавасом Новую часть сивака. Почистила его и привела его в должный вид. Затем передала его пророку. И пророк начал чистить зубы сиваком. Что такое? То есть передавать что-то или наоборот перенимать что-то. Говорит. И говорит, что Аиша никогда не видела, чтобы пророк чистил зубы сиваком лучше, чем он почистил их в этот момент. И когда пророк до конца почистил свои зубы и прекратил это деяние, он поднял свой палец. Зачем поднял свой палец к небу, показывая единство Всевышнего Аллаха. И пророк избрал для себя перемещение к кому? К своему Господу. Сумма туфия. А затем он скончался. И говорит, что Аиша затем гордилась перед другими и радовалась тому, что смерть пророка пришла именно тогда, когда он был у нее. И когда он лежал, голова его была на ее груди или близко к ее голове. И говорит, что гордость этому действительно заслужена. А заключалось это в том, что посланник Аллаха скончался, в то время как голова была на ее груди. Далее. Что берется из этого хадиса? Первое. Алистивак бисивак иррад. Говорит, необходимость чистить зубы влажным сиваком. Второе. Ислаха сивак ватаги атихи. То, что необходимо, приводить сивак в порядок и приводить его вначале в должный образ. Третье. Алистивак бисивак иргайр. Указание на то, что позволяет очистить зубы сиваком чужого человека. Если он был почистен, так и очищен от загрязнения рта постороннего человека. То есть это разрешено делать. Четвертое. Алистивак бисивак иргайр. Указание на то, что иной раз необходимо поступать в соответствии с тем, что указывает тебе человек, даже если он не произносит это словом. Пятое. Аль-Рафиq аль-А'ля. Что такое Аль-Рафиq аль-А'ля? Что значит высшее сообщество? Хум аль-Мушар илейфи суратин Ниса. Это те люди, на которых указано в суре Аль-Ниса. А кто это такие? Аль-Ладзина ан-Амаллаху алейхи. Это те, которых почтил Всевышний Аллах, Ил-Аллах, и оказал им свою милость. Из пророков и правдивых, а также из шахидах и праведных людей. Вот эти четыре группы людей являются кем? Составляющими высшее сообщество.